Зачастую задают вопросы по реализации инвестиционных проектов. Кирчане не видят, по сути, эти процессы, которые происходят в реализации тех инвестиционных проектов, которых мы заявляем. Хочу сказать, что наконец-то в данном направлении прошло просветление. К примеру, компания «Промстройтерминал» на сегодняшний день подписала договор об аренде земли в районе аэропорта 10 гектар. И, скажем так, это был знаковый момент в реализации соглашения, в реализации той дорожной карты, которую мы разработали для них, для строительства этого объекта. Сегодня состоялась рабочая встреча с ними. Инвестор выразил благодарность за, скажем так, умеренные сроки подписания договора. Но, по большому счету, нет никаких препятствий для реализации инвестиционного проекта уже на данной территории. То есть, земля уже отведена, аренда подписана. В принципе, инвестор может приступать уже к части видимой. Сегодняшняя встреча для меня была знаковой. Это показатель того, что у нас не мыльные пузыри на территории города, как инвесторы, а действительно рабочие, нормальные трудовые компании, которые готовы реализовывать, готовы вкладывать, инвестировать в наш город. Напомните, что это за проект и есть ли уже сроки его реализации? Данный проект – это строительство транспортно-логистического центра в районе Кирченского аэропорта. Предусмотрены там и как открытые площадки под инертные грузы, так и закрытые ангары для складирования тары и строительных сыпучих и металлоизделий. В том числе и для, как надеется инвестор, для строительства моста. В 2017 году мы увидим уже наземную часть. Инвестор пообещал, что в январь-февраль месяце будут сделаны уже все проектные работы и они готовы будут к началу весны приступить к началу строительства данного объекта. Надо не забывать, что для того, чтобы данный проект заработал, нам еще необходимо сделать подвездные пути. То есть это все входит в соглашение, в том числе и строительство дополнительной железнодорожной ветки. То есть комплекс работы достаточно большой. Продолжение следует...